Значит, настроение у нас прекрасное, гости уже отдыхают, сезон начался, поэтому ждем. Касательно вечерних шоу-мероприятий, также все по плану. Вилла наша, это отдельный абсолютно продукт. Ты первый год работаешь в отеле? Сезон 2020 года начинается сегодня. Ну что, друзья, привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в курсе, тем более, когда нужно выбрать куда же поехать отдыхать и узнать, как это все происходит в условиях неспокойной ситуации. Итак, мы в Риксисе, что находится в Текерово, недалеко от Кмера. И здесь, сегодня я выясню все, что вы меня спрашиваете. Какие меры предосторожности, нужно ли проходить карантин, сколько стоит, изменили цена и как вообще есть здесь всякий вкус без шведского салата. Все это и многое другое будет в этом выпуске, так что не переключайтесь и не забудьте поставить туркишлайк. Постать прямо сейчас, потом забудьте и естественно подпишитесь. Ну что, погнали! Дорогие друзья, хочу представить вам Дарью. Она представитель отеля Рикса здесь и давайте поспрашиваем те вопросы, которые вас интересуют. Дашь, добрый день. Добрый день. Хорошего настроения у вас здоровья. Значит, настроение у нас прекрасное, гости уже отдыхают. Сезон начался, поэтому ждем всех остальных. Очень интересно по этому поводу. Значит, у меня самый главный вопрос. Едут уже отдыхающие, откуда едут? Как вообще не сюда попадают? Расскажи, пожалуйста. Расскажу, уже едет Казахстан активно, то есть после того, как первый самолет взлетел, уже начался спрос и едут отдыхать, действительно. Сегодня уже мы ждем Украину и Белоруссию, то есть осталось только Россию, которая также с нетерпением ждем. Это у нас сейчас июнь месяц, и совсем скоро будет июль, и мы ожидаем еще и Россию. По поводу россиян, что скажешь, какие общие слухи? По поводу россиян, на самом деле информация постоянно меняется, как в принципе любая другая страна, наверное, никто не уверен. Мы ждем, конечно же, с середины июля уже гостей из России. Какие изменения, самое главное, на твой взгляд? На самом деле, хотелось бы сказать, что система, которую все переживали, да, all-inclusive, она есть, она осталась. Мы работаем по этой системе, немного видоизменился формат, но тем не менее, каким образом? Это разметки, социальная дистанция, да, безопасная дистанция, это санитайзеры по отелю, также в ресторане, например, это такие стеклянные витрины, и теперь повар вам создает блюдо, которое вы пожелаете. То есть для гостей, да, по сути, изменений существенных нет, то есть их отдых также проходит по полной программе, да, то есть, которую мы предлагаем, но чем можно сказать, изменилась более индивидуальность того отдыха. То есть теперь гости могут почувствовать себя еще более приватно, индивидуально, подход теперь к каждому туристу более точный. Смотри, Даша, ну а по поводу каких-то специальных справок, которые нужно предъявить при въезде в отель, или же нужно пройти какой-то, тестирую, не знаю, там, на одну ноге проскакать или отжаться 150 раз, не знаю, что еще может. Нет, отель ничего такого не требует, у нас есть тепловизоры на территории отеля, которые контролируют, измеряют температуру, да, то есть гостям не нужно заниматься этим вопросом, ходить на контроль к доктору и так далее, то есть этим занимается техника совершенно комфортным образом для наших гостей, и заполняются определенные анкеты по заезду, то есть больше ничего не нужно. В маске обязательно находиться, ходить по отелю? По отелю нет, но есть зоны, в которых это обязательно, например, ресторан. А как есть в маске? Я еще не такого не видал. Нет, кушать уже можно, конечно же, без маски, но на самом деле мы такой отель, да, у нас очень много альтернативы, да, даже по питанию, то есть это не только один основной ресторан. Риксис премиум текерово, это 6 телекартов, фудкорт, ресторан веранды, детские рестораны, то есть у гостей есть возможность выбора, соответственно, какого-то массового скопления людей в одно время, в одном месте не бывает у нас даже при стопроцентной загрузке, а мы ее в этом году не планируем. Сколько будет заполняемость? 50-70 процентов максимально. На цене это отразится? Будет дороже или дешевле? Нет, на цене это никаким образом не отразится. В этом году все-таки позиция здоровый отдых, да, пусть это будет гарантирована безопасность наших гостей, в первую очередь. Мы сейчас находимся в одном из номеров, непосредственно на балконе за нашей спиной, номер. Что это за номер и какие изменения произошли в номерах? Это номер делюкс с видом на море, значит, прекрасный вид, потрясающий, кто был в Текерово, знает, я уверена, это не передать словами. То есть изменения в номерах выглядят каким образом? Мы приветствуем, конечно же, ношение масок, перчаток, поэтому предоставляем их в номер, любой гость может воспользоваться. Также санитайзеры и салфетки. И по поводу дезинфекции хотелось бы сказать, что вообще всегда сеть отеля Rixos была на высоком уровне в плане контроля качества и гарантии санитарии. То в этом году мы также полнейшим образом обеспечиваем гостям эту безопасность. Соответственно, все поверхности на данный момент обрабатываются у нас генератором холодного тумана. Он не вреден ни для животных, ни для людей, ни для детей, соответственно. То есть это вещество, которое похоже на пар, которое просто вирусы, микробы убивает, но для человека безопасно. И тканевую поверхность у нас обрабатывается горячим паром. Даша, а можно здесь заселяться нескольким человеком в один номер? Или же есть какие-то ограничения? Конечно, если это приехала одна семья, она может жить в одном номере, так же, как и кушать вместе и на море шезлонги, сдвинуть поближе к себе, потому что это одна семья. Хорошо, какие тогда ограничения произошли? Вот я читал во многих средствах массовой информации о том, что дольше обрабатывают номер. Отражается ли это как-то на клиентах, которые заезжают? То есть дольше ждать на лобби или еще? Вот к чему быть готовым моим друзьям, которые едут сюда? Вашим друзьям быть готовым к прекрасному, незабываемому отдыху, потому что никаких существенных изменений, которые бы каким-то образом стали мешать отдыху для гостей, нет. То есть это выглядит так же. Повторюсь, у нас всегда были определенные нормы к санитарии, к уборке, к дезинфекции. Сейчас это немного видоизменилось, да, то есть по пунктам, которые нам Министерство здравоохранения предоставило. Но тем не менее никаких каких-нибудь неудобств, скажем так, для гостей это никаким образом не предполагает. Отлично, спасибо. Идем дальше. Пойдем. Даша, скажи, пожалуйста, как в сложившихся условиях вы будете развлекать своих гостей? Что изменилось? Что осталось? Насчет развлечений наш аквапарк работает, да, для тех, кто любит активный экстремальный отдых. Также работают спортивные мероприятия, более 20 различных тренировок. Это такие как стрейчинг, йога, антигравити, кикбокс и так далее. Очень много разных, значит, спортивных направлений на нашей арене спортивной. Это эксклюзив спортс-клаб, прямо под открытым небом. Все активно, то есть все работает, гости занимаются, и дети, и взрослые в том числе. Касательно вечерних шоу-мероприятий, также все по плану. Мы такой отель, который можем себе позволить безопасно разместить гостей, сделать им социальную дистанцию, и гости также будут наслаждаться. На дискотеке, как это будет работать? Вопрос с дискотеками на данный момент открыт. Мы ждем окончательного ответа от правительства. Поездки, возможно, и красивые места, достопримечательности, проще говоря, экскурсии. Как будут работать? Мы как отель, единственное, предоставляем возможность нашим гостям проехаться на велотуре за пределы отеля. Это по утрам такое спортивная активность у нас. Что касается экскурсии, с этим вам поможет ваш оператор. Друзья, я сейчас нахожусь в комплексе вилл. Здесь такие небольшие отдельно стоящие виллы. И, естественно, здесь можно и нужно жить только, чтобы у вас денег хватило. Да, скажи, пожалуйста, что это такое? Верди в курс дела, что здесь, за что нужно платить, доплачивать или не надо платить? Вообще, что это и как с этим жить? Виллы наши, это отдельный абсолютно продукт. В этом году особо популярный становится, особо пользуется спросом по той причине, что гости, кто здесь отдыхают, имеют максимально индивидуальный приватный отдых. На самом деле, это минимум общения с туристами, с персоналом и так далее. То есть, мы встречаем наших гостей в аэропорту, привозим на виллу, у них экспресс-чекин, нет никаких ресепшенов. То есть, гости сюда заезжают, у них 24 часа бадлер-сервис. Их потом закрывают на ключ, нельзя никуда выходить? Нет, выходить можно абсолютно везде, но у этих гостей есть максимальное вообще количество привилегий, которые есть на территории отеля. Это привилегия по резервации в Аликард ресторана, у нас их 6. Это 24-часовой рум-сервис бесплатный, сервис дворецкого бесплатный также 24 часа. У этих вилл есть ресторан Аликард, который работает для этих гостей, прямо с доставкой на виллу, 24 часа. Приватность на этом не заканчивается, также на территории пляжа. Пляж у нас огромный, 550 метров, песчано-галечный, но на пляже тоже есть отдельная территория, там находятся у нас павильоны. Вот для гостей вилл они абсолютно бесплатные, эти гости имеют, опять же, индивидуальный отдых на пляже, плюс сервис из приватного лаунж-бара. На сколько процентов примерно это дороже, чем обычные номера? Это дороже, чем обычные номера, но это совершенно другой продукт. И, опять же, здесь можно приехать большой компанией. Например, здесь 200 квадратных метров, это 6 взрослых человек, либо большая семья, либо же компания. Это может быть даже выгоднее в некотором плане, так как не нужен будет ни лекард, ни павильон. То есть никаких затрат больше нет. Когда гости попадают к нам на виллу, они получают максимальное количество привилегий, минимальное количество забот и вообще прекрасный отдых. Ну, это понятно, что бы ты еще бы сказал, ты же здесь работаешь. Но я верю в это, потому что, в принципе, у меня друзья отдыхали и оставались довольны. Сейчас в условиях коронавируса несчастной, я так понимаю, что особо люди, которые боятся за свое здоровье, они самоизолируются в таких вот отелях. Да, конечно, выбирают этот продукт очень хорошо, потому что здесь действительно минимальное общение, да, можно его минимализировать вообще, не общаться ни с персоналом, ни с гостями, то есть приехать в своей компании или своей семьей и проводить отдых у себя на вилле. Конечно, здесь и ресторан, и свой бассейн, также есть возможность дворецкого, да, который есть, какие-то запросы есть, с удовольствием поможет. То есть этот отдых, да, сейчас особо популярен, потому что здесь есть возможность вот этой изоляции, да, этого уединения, приватности, которые предлагают виллы. Поэтому спешите бронировать, действительно, в этом году особый спрос на них. Даша, я попрошу тебя быть максимально честной, положить руку на этот стакан и поклясться, что ты говоришь правду, только правду. Договорились. Хорошо, Даша, меня часто спрашивают по поводу рабочих моментов, люди собираются сюда переезжать, жить, работать и так далее, и важно, и многим понимать по поводу ситуации, связанные с работой. Ты первый год работаешь в отеле? Нет, не первый год. То есть тебе есть возможность сравнить, как было раньше, как сейчас? Тогда немножко посекретничаем. Скажи, пожалуйста, произошли какие-то изменения в отношении к тебе, как к работнику отеля Rixos? Меньше ты стала зарабатывать, или больше стало нагрузки, или ты слышала, как увольняют твоих коллег, или увеличилось количество набора из наших, что ты скажешь, по-честному? Касательно того, что увольняют, да, абсолютно вопрос сразу же открою. Правительство Турции, государство запретило увольнять работников сначала на три месяца, теперь снова продлила это на три месяца. То есть уволить никого не могут, и государство полным образом старается, все-таки если работодатель не в силе оплачивать, полную зарплату, часть на себя. То есть это на уровне законодательной базы, а как сами отели ровнут, может быть, говорят, вы лучше по собственному желанию напишите? Нет, ничего такого нет, действительно очень такое толковое отношение к проблеме, потому что все в ней оказались. Касательно персонала, то все-таки мы его увеличили, по той причине, что сейчас на количество гостей понадобится еще больше рук, еще больше внимания, еще больше сервиса, так как формат all-inclusive стал еще более индивидуальный. Соответственно, если раньше в ресторане работало 15 человек, час должно работать минимум 25, так как за каждым блюдом находится повар, который помогает гостям с обслуживанием. А что касается анимации, много людей из Украины, России, Беларуси часто приезжают сюда в Турцию именно для работы в этом секторе, в секторе анимации? В этом году, к сожалению, пока что Россия еще не едет, Украина тоже вот только-только-только открылась. Даже на самом деле, к примеру, наш тренер в прошлом году, который был Евгений Алдонин, да, это капитан бывшей сборной России, который тренировал у нас деток, у нас была футбольная академия в прошлом году, в этом году мы также ее планировали, но так как границы еще пока что не открыты и авиасообщение не налажено, на данный момент, я думаю, что, скорее всего, вопросы с работой иностранцев и так далее, просто вопрос откладывается, да, то есть сказать, что не будет, либо будет, это только уже решает, наверное, правительство обоих стран. Ну, а ты на себе почувствовал, как вы можете зарплату урезали, наоборот, как премиальные дали? Нет, я изменения, в принципе, не ощутила, достаточно комфортно, как себя чувствовала, так и сейчас. Ну что, тогда желаю тебе удачи, спасибо большое, что уделило время. Спасибо большое, приезжайте в гости к нам наслаждаться прекрасной погодой и замечательным сервисом. Перед входом в ресторан стоит девушка, которая раздает маски, вы одеваете и проходите в привычную атмосферу, где можно покушать. Еще дают специальные салфетки, брендированные, Rixos Takeroa, можно вытереть руки, продезинфицироваться и пройти вкусности поесть. Ну, а здесь все по-прежнему, только единственное, что вы не сможете своей рукой взять и положить себе в тарелочку. Вкусные блюда, которые вы выбрали, все огорожено специальным стеклом, и на полу есть специальные линии, которые говорят о том, что подходить близко нельзя. И официант сам накладывает, как видите, у него специальная маска, он накладывает все то, что вы ему покажете. Поэтому, в принципе, шведский стол как был, так и есть. Только единственное, теперь есть помощник, который помогает накладывать вам явство. То же самое и выпечка. Все на месте, никуда ничего не делось. Так что подходите и приятного аппетита. Блюда как были вкусные, так и остались. Честно скажу, очень люблю, как в Турции в отелях готовят. Всего этого я, конечно же, не съел, положил для того, чтобы показать, насколько все быстро и без очередей. Ну, а здесь мы видим, как готовят вкусный меномен. Это яичница с помидорами и с возможными другими добавками. Фрукты также на месте. Можете показать, какие фрукты хотите кушать, и вам с удовольствием их положат на вашу тарелочку. Ну и если вам захотелось еще каких-то блюд, то также без стеснения подходите и даете тарелочку, вам накладывают. И обратите внимание, везде защитные стекла. Так что вирус не прорвется. Я не ощутил каких-то неудобств при выборе еды. Все работники также в масках на своих рабочих местах. Ну а здесь выпечка вкусная и сладкая. Так что, детишки, можете брать свою любимую выпечку с шоколадным кремом. Варенье, оливки, маслины. Огромный выбор. В прошлом году был то же самое. Ничего не изменилось. Такой же огромный выбор. Как вы видите, и выпечка, и лихмаджуны, и пицца. Все есть. Слышал уже русскоязычную речь. Приехали белорусы. И спокойненько также выбирали. Официанты очень миролюбиво настроены. Спокойно вам могут положить в тарелку все, что вы хотите. Если даже передумали, они спокойно берут и заменяют вам выбранное блюдо. Что касается столов, то тут такая история. Друзья, есть социальная дистанция, и вы можете находиться за своим столом вместе с своими друзьями. И расстояние увеличилось. Дорогие друзья, хочу представить человека, который занимается профессионально тем, что размещает людей на отдых, бронирует места, путевки, страховки, туры. И здесь тоже сейчас оказался по делам службы вместе с своими клиентами в отеле. И мы пообщаемся на те вопросы, которые вас интересуют. Зовут его Алик, и я хотел бы узнать, какие сейчас сцены. Скажите, пожалуйста, вы, как никто другой, должны знать, какие сейчас сцены в отелях? Добрый день, еще раз все здравствуйте. Рад знакомству с вами, Назар. Цены в отелях сейчас на данном этапе самые демократичные в связи с тем, что, можно сказать, сезон 2020 года начинается сегодня. Сегодня у нас прилетели первые чартерные прямые рейсы из нескольких городов Украины, а также Минск, Беларусь. До этого прилетали рейсы из европейских городов и из Казахстана прилетали прямые рейсы в Анталию. Внесу ясность, сейчас у нас конец июня 2020 года, и, естественно, всех интересует, как же отразится цена в отелях в этом году на отдыхающих. В связи с тем, что сезон начался поздно, и заполняемость в гостиницах сейчас очень невысокая, поэтому гостиницы дают сейчас максимальные возможные скидки. Это те скидки, которые были, например, в январе месяце, период первого раннего бронирования. В частности, сеть отелей Риксос сейчас дает скидки выше 20%. Можно по очень недорогой цене получить шикарный сервис, превосходный Риксосовский сервис. Что касается отелей, тут вопрос еще поступает от моих подписчиков, зрителей очень часто. Надо ли какие-нибудь дополнительные справки, нужны ли какие-то анализы, что еще происходит при влете в Турцию, есть ли карантин на 14 дней или нет. И самое главное, есть ли уже прецеденты заразившихся отдыхающих, потому что в соцсетях, скажу по секрету, ходят уже слухи, что приехали из Казахстана, заболели и не смогли никуда улететь. Короче говоря, такие ужасы написаны. Вот хотелось бы узнать от вас, что вы скажете по поводу всего этого. Так как Турция очень ориентирована на туризм и туристический сектор, на турбизнес, поэтому во всех кризисных ситуациях правительства, чиновники стараются создать максимально благоприятные условия для туристов, для отдыхающих. В том числе это касается и коронавируса, разразившегося в этом году. То есть сейчас по приезду в Турцию, по прилете, прохождении границы, никаких справок мы не просим, наши пограничники, наши службы никаких справок, ничего не просят, никаких карантинных мер не предусматриваются. За исключением, значит, при прохождении в аэропорту тепловизоров, если температура наблюдается свыше 37, в пределах 38 градусов, отправляют на тестирование у тех, у кого высокая температура. Тестирование пока что происходит бесплатно. И если обнаруживают инфекцию, если положительный тест оказывается, то сажают на карантин, либо на лечение, в зависимости от того, что куда направляет проверяющий доктор. Никаких справок при въезде в страну мы не требуем. Все на месте происходит. Если есть высокая температура, начинается процесс тестирования, проверки, дальнейшего лечения, карантина. Если у человека нет симптомов, нет высокой температуры, как раньше проходят паспортный контроль, получают багаж, выходят, где встречают представителей той или иной принимающей фирмы, оператора, встречают наши гиды, сажают в наш транспорт, привозят в гостиницу по размещению. Никаких экстренных мер, дополнительных мер не предусмотрено. Был прецедент на первых казахстанских рейсах. Было обнаружено несколько заразившихся положительных туристов, приехавших. Был прецедент, но это не то количество, которое раздувается в сети. Там немножко другие моменты интересные для определенных заинтересованных лиц моменты выявились. Здесь заразившихся было 5 человек, четверо из них лечатся сейчас за счет страховки, лечатся в государственной больнице города Анталии, и один находится на карантине в гостинице пребывания, в специально отведенной комнате. Но все гости, наши уважаемые туристы, должны понимать, что покупая путевку в этом году, в этом сезоне, покупая путевку на отдых в Турции, они уже подписываются под тот пункт, что если вдруг у них будет при въезде обнаружен вирус, то они добровольно будут сидеть на карантине в номере гостиницы. Спасибо большое. Алик, скажите, пожалуйста, что вообще говорят по поводу лечения заразившихся? Потому что я много читал, кто-то утверждает, что люди, если здесь заразятся, то их будет лечить в Турции бесплатно, кто-то говорит обратно. Вот вы, как специалист, что скажете? Существует три мнения по этому поводу. Во-первых, есть выступление нашего президента еще в мае месяце, который заявил о том, что туристы, приехавшие в Турцию и заразившиеся уже во время отдыха в Турции, они будут лечиться за счет государства. Конечно же, эту информацию по необходимости нужно будет еще раз перепроверять, но такое выступление президента было опубликовано во всех средствах массовой информации. Второе. Лечение по страховке. Сейчас все страховые компании в СНГ и во многих других странах включают в себя лечение от коронавируса. То есть, в данном случае имеющийся претендент по казахстанским туристам претендент лечит страховка. Даже если самолет улетел у этих клиентов и они остались на период карантина, то страховая компания на ближайший рейс будет выкупать им билеты, сажать. Уже после прохождения карантина, процесса лечения, страховая компания будет отправлять их на другом рейсе, будет покупать аналогичные билеты и отправлять на родину. То есть, в билете они не теряют. Что касается проживания, значит, те, кто лечатся в больнице, они все это время за счет страховки лежат в больнице и после выздоровления будут уже отправляться в аэропорт и вылетать в аэропорту. Естественно, страховка оплачивает. И тот, кто находится в изолированной комнате в гостинице, в одной из гостиниц региона, он за те дни, которые не проплачены в гостинице, но он сидит на карантине, за них он платить не будет. Это тоже было выступление, заявление нашего президента и министра туризма. Страховые страховки действуют. Если человек пролетел в Турцию уже с положительным тестом, положительный оказался тест на вирус, то лечить будет страховка, за счет страховки можно будет лечиться в турецких больницах. В Анталии 18 больниц и госпиталей, которые готовы принимать иностранных туристов с положительными результатами на тест. Тут еще пересекается тема с медицинским туризмом. Я понимаю, что у нас здесь в Турции есть медицинский турист, правда? Совершенно. Друзья, если вам интересна тема, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я сниму отдельное видео по поводу медицинского туризма в Турции. Но сейчас хотел бы вернуться все-таки к туристической отрасли. Скажите, пожалуйста, Алик, есть ли, остались ли всевозможные туристические поездки по разным красивым местам, то есть экскурсии будут работать? У нас все будет работать, все будет действовать. Открывая туристический сезон, правительство, чиновники, они все понимают, что нельзя рассматривать туризм, как только отдых в гостинице, на территории одной гостиницы и на пляже. То есть все маршруты, которые были до этого, работали, они все будут действовать. И эту обширную дополнительную информацию могут получить ваши подписчики, у вас могут получить, у нас могут получить эту дополнительную информацию. Все будет действовать. Оно видоизменилось. Оно должно учитывать реалии сегодняшнего дня, маски, социальное расстояние. Но все действует, это все наши гиды, наши профессионалы, все разъяснения дают клиентам и только после этого предлагают ездить на ту или иную экскурсию, выбирать тот или иной маршрут. Моим подписчикам дадите скидки? Обязательно. Друзья, вся информация будет в контакте в описании к этому видео. Скажу вам кодовое слово, мы договоримся и моим подписчикам будут скидки. Ну а каналу, я думаю, прекрасные отзывы. Поэтому, когда пустите, обязательно напишите в комментариях, как вам все понравилось. Будем контролировать их вместе. Ну а в Турции огромное количество всевозможных красот. И следующий вопрос, связанный с этим. Олег, скажите, пожалуйста, какие есть спецпредложения в связи с пандемией? В связи с пандемией появилось очень много положительных моментов. В частности, что касается гигиены и чистоты социального расстояния. Это все учитывается как в гостиницах, так и, например, в маршрутных такси, в автобусах по приему, при встрече в аэропорту. Это сами гиды, обслуживающий персонал. Плюс, из-за того, что поздно начинается сезон, всевозможные дополнительные бонусы и скидки именно клиентам. Может быть, какие-нибудь поездки, может быть, выделать какие-то индивидуальные туры из города в город. Вот такое что-нибудь у вас появилось интересненькое. Естественно, у нас есть определенные экскурсии, экскурсии на водопад, обзорные экскурсии по городу какие-то, которые мы предлагаем клиентам совершенно бесплатно. Но это все дополнительная информация, которую мы уже здесь один на один с самими клиентами договариваемся. Друзья, в описании к этому видео будет контактная информация. Уверен, что мы договоримся о скидках для моих зрителей. Договоримся? Обязательно. Так что обязательно проходите в описании к этому видео и приезжайте в Турцию. Еще раз огромное спасибо хочу выразить нашему гостю и всем вам, кто смотрел. Пишите в описании к этому видео, что же вам хотелось еще узнать про Турцию и я с удовольствием сниму для вас видео. Ну что, будем приезжать к вам еще в Турцию, уверен, не единожды. Какие у вас будут пожелания моим зрителям? Мы будем рады видеть всех наших друзей, гостей из всех стран, в том числе в первую очередь это страны СНГ, это Украина, Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия. Все страны СНГ, мы вас ждем, мы вам будем рады. В свою очередь я хотел бы еще заметить такой момент положительный в отношении некоторых гостиниц, что даже в период пандемии, в период, когда все, даже у нас в Турции, в Анталии все сидели на карантинах, были гостиницы, которые негласно для того, чтобы не терять хороших отношений с гостями, с постоянными клиентами, с постоянными гостями, свои сами гостиницы. Они, по секрету это я вам говорю, несмотря на то, что был указ правительства все закрыть, они были открыты, гости, которые жили и которые не захотели уезжать в период карантина, в период весеннего карантина, не стали уезжать из этих гостиниц. Гостиницы продолжали по очень умеренным ценам содержать своих гостей. Естественно, это не афишировалось. Нас, даже профессионалов турбизнеса, своих знакомых, они не принимали в гостиницу, но своих гостей они у себя берегли, лелеяли, содержали на карантине, содержали в чистоте, обслуживали. Поэтому лояльность Анталии, лояльность Турции к туризму и к туристам, она продолжает оставаться всегда одинаково на высоком уровне. Мы ждем вас, мы любим вас. Обращайтесь к нашим уважаемым блогерам, друзьям нашим и приезжайте к нам, мы вас ждем. Спасибо. Огромное спасибо, друзья, что вы смотрели это видео. Ставьте туркиш лайк, приезжайте в Турцию и задавайте вопросы, если еще они остались в описании к этому видео. Всем спасибо еще раз. Дин-дон-дэм, асаляме, гайдо, гили-гили, ну и наконец-то встречал, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok